Люблю обижаться, это такое сладкое ощущение, когда ты берешь и обижаешься. Итак, Виль Иллюжен против АТН Дарк Форса. На карте Антикский Лодочный Двор. Четыре Маринуса врываются на центр, но, 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 господа. Но Беглого, мы не видели игру с самого начала, но Беглого взгляда на мини-карту вполне достаточно для того, чтобы понять основную тенденцию происходящих на этой карте событий. Зерк хочет есть, и он ест, друзья. Вот то выражение, знаменитая пословица, а Васька слушает, да ест, это именно про Зерка, господа. Повар Тиран распекает его, стоит, похлопывает Тором по руке, очень возмущенные громкие слова говорит, но Васька урчит, у него за ушами ходят желваки. Пошевеливаются усы, он продолжает пожирать спокойно карту. И если вот этот вот никак не прекратить, если сейчас, а вот посмотрите, повар начинает выходить вперед, у него два Тора, у него есть целый один танк и большое количество Мариносов. Ладно, пусть не один танк, но мне кажется, одни бейлинги, даже без муталисков, просто бейлинги с собаками разнесут эту наземную армию на мельчайшие кусочки. У Зерка уже почти доделались его гланды, вот, после того, как доделаются гланды, Зергам всегда покупают бесплатное мороженое. И бейлинги не решаются, они не знают, куда катиться туда или туда или сюда. И с этой стороны, о боже, с разных сторон целая зеленая волна вонзается в армию Даркфорса. И, то есть, нет, в армию Вилюжина, Даркфорс-то играет за Зерка на самом деле, и разносит все, буквально все на самом пути. Господи, как же это, вот, сколько раз я видел на карте, вот, именно на Антиго Шипьярде видел эту безумную сериалистическую картину, когда у Тирана стоит армия, у Тирана, вроде, есть три локации, но Зерг вонзает вот в этот вот разрыв свой Зерговский щуп и начинает раскачивать, начинает раскачивать лодку, друзья. Делает то, чего так не любят наши власти, к чему они так очень часто призывают. Они говорят, господа, не раскачивайте лодку. Но, к сожалению, Зергов просить об этом бесполезно. Они это продолжают делать и делать. Передо мной лежит сейчас. Вы слышали голос некий был? Мне голос был, он звал учешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, покинь Россию навсегда. Опять врывается АТН, Даркфорс, катятся бейлинги, бейлинги. Я не понимаю, почему бы Зергу не взорвать, допустим, третью нычку Тирана. Но посмотрите, он не взрывает, он именно вот в этот вот разрыв. Но он понимает, что третья нычка от него никуда не уйдет. Что самое главное сейчас это Тирановская армия, самое главное справиться с ней. А уж с нычкой можно будет как-то справиться и потом. Как вы видите, карта весьма сбалансированная. Золота нет на центре. Закрепить преимущество очень жестко не получается. Но, в принципе, с учетом того, что у Иллюжина наверняка кончился мейн, нельзя сказать, что ну вот прямо ему полный конец. Он перевел рабов с мейн, он рабов очень много потерял, но он перевел рабов с мейн, у него есть мулы, у него есть три здания, которые бросают мулы. Вы знаете, у индейцев был очень хороший язык. То есть им не надо было думать там, господи, я забыл, как называется эта вещь, молоток. Нет, они просто говорили, индейцы племени понка, говорили просто, что та штука, которая забивает гвозди. И как бы никаких проблем вообще не возникало с коммуникацией. Просто та штука, которая забивает те железные со шляпками, которые входят в такое деревянное, оставляющее занозы в... О, господи! О, боже! Какой был прекрасный микоз. Этот микоз мне очень напоминает сейчас... Напоминает сейчас... Хотя нет, не напоминает, господа. Вот он как раз-таки, этот микоз, есть некая противоположность... Противоположность вахтеров из метро. Вахтеров из московского метро, которые никогда тебя не останавливают, они просто в спину тебя возмущенно свистят. Если бы инфесторы делали то же самое, я думаю, что тираны были бы самыми счастливыми... Самыми счастливыми людьми на свете. Представляете себе, как бы инфестор дотает большой свисток, и в виде мариносов не бросает микоза, а просто... Ну, возмущенно. И у меня даже не получается сейчас свистнуть. Возмущенно свистит, и мариносы такие вздрагивают. И в них вроде как... Ну, видно, вы видели, как в человеке пробуждается иногда совесть? Это иногда видно и со стороны. Между прочим, тиран от такой атаки зерга все-таки смог отбиться от абсолютно сумасшедшей, безумной атаки. Вот зря все-таки Дарфорс не добил ему третью нычку. Отбился, и вот несмотря на то, что сейчас появились бурдлорды, все-таки чувствует себя не так уж и плохо. У него заказаны первые викинги, у него танки без всякой раскладки. Своих они дамажить не будут. Есть очень много мариносов. Придется сейчас, конечно, назад отступить немножко Дарфорсу. Но, в принципе, вот эта четвертая нычка, наверное, для него не так уж... Она... Нет, она для него все-таки очень важна. Но, не знаю, может быть, в крайнем случае он может ей отлететь куда-нибудь, например, наверх на 12 часов. Может быть, там он найдет приют, как тучка на груди утеса великана. Он может там присесть на ночь, а потом утром в путь пуститься рано, по лазурью весело играя. Но уже чуть-чуть попозже, когда у него появятся викинги, потому что только викинги умеют играть с лазурью. Тратить микос на двух викингов, друзья, это, ну, не так уж плохо. О, еще один микос! Какой на мариносов! Мариносы сдохли, танки разложились. Хвост облез. А бродлордов ровно четыре штуки. А здесь есть планетарка, здесь уже не улетишь никуда. Планетарку действительно придется защищать всеми силами. И вот это большая тирановская проблема, потому что зерк отштамповался очень хорошо. У него четыре нычки, несмотря на то, что две уже почти кончились. Но викинги здесь не помогут вообще никак. Мариносы здесь не помогут вообще никак, потому что есть собаки, есть бейлинги, есть микос. И самое ужасное, что есть бродлорды, вот которых нечем убивать. И торов-то особо нету, и гастов нету. Да ничего нет, по сути, у иллюжина. И эту игру ему уже, я думаю, не выиграть никак. Все-таки зерк, несмотря на то, что в какой-то момент лимиты сравнялись, зерк все-таки добился своего, добился своей цели. И смог... Давайте вот мы иногда будем вот так вот заходить. Я, честно говоря, не вижу, что мне какой-то... Хоть один админ, если писал мне, я думаю, вы это сами должны заметить. Если никто не пишет, то, соответственно, в игру нас, наверное, пригласить не могут. Это первая игра Illusion против Dark Force. И GG! Так, все, давайте быстрее в игру. И посмотрим... Так... Сейчас, сейчас, сейчас... Будут ли нас приглашать? Так, так... 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 Как бы, мне предлагают просто через премиум качество делать рестрим, но мне кажется, это совершенно не нужно, потому что меня сейчас должны позвать в игру. Я надеюсь на это очень сильно. Вот, потому что мы не планировали делать рестрим, мы планировали именно стримить из игры. И я надеюсь, что сейчас все получится. Будем в это верить. Мы ждем... Мы ждем некая реакция. Извините, друзья, я сейчас немножко сбавлю обороты по комментариям и так далее, и так далее, потому что для нас сейчас самое главное это добиться приглашения в игру. Мне, в принципе, ну, по большому счету, можно было бы, конечно, и стримить с некого перестрима, рестрима и так далее, но на самом деле не хотелось бы этого делать. Так, буквально одну секунду. Продолжение следует... Опять в игру не позвали Вы знаете, наверное, это уже некое свойство Уже мое как личности Вот, то, что на меня забивает Это вот как тот знаменитый анекдот Где человек приходит к доктору И говорит, что меня все игнорируют А доктор отвечает ему следующее Потому что вот я Не понимаю, что происходит Я официальный стример ИЕМ, господа То есть ЕСЛ Почему вы меня не зовете? Что мне нужно вам показать, чтобы вы Чтобы вы меня полюбили Что мне для этого нужно? Господи, действительно Сейчас было ровно 666 зрителей И в воздухе сразу запахло серой Я почувствовал, как мое Как не мое Как моя пятка Твердеет И раздваивается, господа А сзади вырастает длинный И пушистый хвост Давайте, ладно, смотреть перестрим Раз такое дело Хотя это просто нонсенс Если честно Ладно, давайте смотреть перестрим Окей Итак, Aten Darkforce Против Will Illusion Первая игра осталась за Darkforce 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 игрок, который в быте Не отличался особенно высокими результатами Если честно Я помню, даже мы как-то попадались С ним, играли Ну, был, в общем-то Обычный достаточно зерк Но с какого-то момента он начал расти И уже К началу выхода StarCraft Если не ошибаюсь Он таким более-менее приличным игроком стал Потом Все дальше и дальше Все больше и больше Пошел по накатанной По наклонной Орлянка на кладбище Она к добру, друзья, не приводит Если вы когда-то смотрели остров сокровищ То вы должны очень четко Очень четко понимать это А играя за зерга Вы, собственно говоря, играете В эту самую Орлянку Или Или Решка Или Герб Или 15-я Нексус Или 4 ВГП Ничего тут не поделаешь Карта Толдарима Алтарь Перепетий прошлой игры Мы с вами не застали Мы не можем сейчас Глубоко проникнуть В мысли игрока Понять, о чем же он думает На самом деле Понять истинные мотивы его действий Поэтому мы будем просто смотреть И предполагать Абсолютно стандартное Открытие у Иллюжина Ну Настолько Но единственный вопрос, конечно, возникает По-моему, он А, ну понятно, с чем это связано Ясно Видимо, он Возможно, он планирует заказать еще одного Хотя нет Он просто не любит красоту, друзья Это человек, который Когда в детстве ходил по пляжу Он, я уверен, что Другие дети лепили Большие песочные замки Иллюжин Эти большие песочные замки Разрушал Я могу сказать, почему Потому что Тираны, которые любят красоту Они заказывают в Экторе Чуть-чуть попозже Не сразу, когда у них 100 газа А вот чуть-чуть Вот чуть-чуть попозже в Экторе И чтобы в Экторе с реактором Почти одновременно достроились Чтобы по красоте было Чтобы вот В Экторе взлетает Летит И реактор достроился И она садится Вот Это тираны, которые как раз-таки Строили песочные замки Это вроде как Неважная деталь Но она Это красиво Это как минимум Красиво, друзья А Иллюжин Не относился к таким Он был прагматичным Ребенком Он отнимал песочные пирожки У других детей И делал из них И делал из них Я не знаю, что Я не буду отвлекаться на это Я не буду отвлекаться На посторонние предметы Давайте мы сейчас С вами еще раз Попробуем обратиться К администраторам ESL И все-таки выяснить Идет усиленная работа Господа Над тем, чтобы нас пригласили Сейчас задействованы Очень серьезные механизмы И возможно сам директор ESL Сейчас стучит кулаком по столу Он кричит Секретарше Немедленно Соедините меня с Бразилией Секретарше спрашивает Как? Почему? Почему именно с Бразилией? Он говорит У нас идет турнир в Сан-Паулу А наш СНГ сектор Стримит не из игры Наш СНГ сектор Стримит с рестрима Зрители страдают От пониженного качества Я не могу больше Этого переносить Либо я Ухожу из ESL Либо вы Приглашаете все-таки Адольфа в игру Друзья Будем надеяться Что все это именно так И что в следующей игре Мы все-таки Прикоснемся У нас Будет шанс Как зажали Какую сейчас Иллюжин Делает Нехорошую вещь Совсем нехорошую вещь Потому что Он отдает Двух гелионов На фактически пустом месте Но с другой стороны Может быть он их отдал И Я бы даже так сказал Специально Может быть он их отдал Только для того Чтобы Зерк успокоился Подумал что на дропе Закончилось А так и получилось Что зерк немножко Успокоился И подумал что уже все Но на самом деле Еще не все На самом деле Есть еще 4 гелиона Собаки куда-то бегут Что-то делают Но это абсолютно бесполезно В смысле Как абсолютно бесполезно Наверное для тирана Потому что все Знаменитый второй викинг В Старпорту всегда строится В начале Медивак Потом второй викинг Который Бродит по карте Бродит как блудный сын Друзья Но у этого викинга Нет Зажиточного отца Который к приходу Блудного сына Готов заколоть Большого и откормленного Тельца Этот викинг Скорее всего Пожертвует Своей жизнью В итоге Если вы читали Описание Из Старкрафта Бродвора Различных юнитов Если вы читали Про То Ну какая роль У каждого юнита То На самом деле Викинг это Ой-ой-ой-ой 14 хп 14 хп Остается у медивака Конечно же Очень рискованно Можно подлететь Викингов Посадить Викинга Начать драться Ну ладно Это слишком сложная Схема Друзья Потому что Когда Какой-то проект Начинается Со схемы Посадить викинга Я думаю Что Автор этого проекта Ждет Ждет комната С мягкими стенами Потому что Никто не поймет Его киберспортивного Жаргона Он посадил викинга Представляете Надо найти Поехать все-таки В Норвегию Найти викинга Обвинить его В некоем Преступлении Посадить его Это очень сложно И долго Было прекрасное Произведение У Гарри Гаррисона Я не помню точно Как он назывался Где Группа Кинематографистов Из более-менее Современной Америки Ну из Америки Семидесятых Скажем так Снимали фильм Про викингов С помощью машины Времени Это было Очень-очень-очень Интересное Произведение Если оно вам попадется Обязательно Его прочитайте Так 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 Мы на всякий случай Возвращаемся Я опять-таки Извиняюсь Но мы Возвращаемся И смотрим Так Тут все хорошо Тут все хорошо Ага Ага Все Мы в игре Вот Что вам Я могу сказать Про Тирана Расскажите Про Тирана Про какого Про Тирана Про Тирана Про Тирана Про Тиранчика Моего Ну Господа Мне кажется Иллюжин Должен испытывать Сейчас Некие смешанные Чувства Его дропы Не удались Ну собственно Говоря На особо На особый Эффект Наверное Он и не рассчитывал Но все равно Ничего особо Приятного В этом нет Что они Не удались Ой-ой-ой Как же уже далеко Крип смог Распространить Дарк Форс Если честно Пора бы уже Начинать убивать Вот эти опухоли Чтобы не дать Ему залить Пол карты К середине игры А Дарк Форс Вполне способен Это сделать Вот И вот Очень неприятный Момент для Зерга Очень неплохой Выход Тирана Как раз таки К тому моменту Когда Зерга Занимает третью локацию Делается некоторое Количество Мариносов Со стимпаком С щитами Делаются То есть Они способны Вполне отогнать Муталисков И есть Гелион И вот сейчас Очень много Будет завязано На микро Потому что Тиран Все прекрасно видит Он пытается Отменить хэчер Хэчер отменяется Бежит назад Ой-ой-ой Хороший сплит Мариносами Мог бы быть Если бы он был Но его Сзади Еще Мариносы Подбегают Муту Отстреливают Там Гелиона Нарезают Да все хорошо Сейчас в принципе У Илюжина Правда конечно Его Атака проваливается Он теряет Двух Медиваков И всех Мариносов Но по сути Но по сути Наверное Все равно Получилось неплохо Убил же Третью нычку Убил Но у него У самого Интересно Третий ЦС Сейчас достроен Да Достроен третий ЦС Делается орбиталка Вот это уже неплохо Вот здесь уже У Тирана Я думаю Будет некий бонус Потому что он сможет В принципе Сейчас поставить Третью локацию Без каких то Сверх больших проблем Защититься от муты Оп Здесь Мариносы Уже стоят Здесь они готовы Отбить Туретки стоят Тор уже первый Заказан То есть на мейне Что то сделать Будет крайне 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 Сложно Третья орбиталка Уже начала Приносить Свои плоды Как дерево Познания Добра И зла Господа Начинают Приносить Свои плоды И возможно К нему уже Подползает На брюхи змей Для того Чтобы соблазнить Адама Тора И Вот кто на базе Кто на базе Тирана Может выступить В роли Евы Мне кажется Это Это Большая проблема Потому что Тираны Очень мужественная Раса Вот на базе Зерга Например В роли Евы Может выступить Кто угодно И что угодно Потому что Кого в бок Не ткни Сразу польются Чистые прозрачные Слезки А тираны Не плачут И определить Кто здесь Мужчина Кто здесь Женщина Крайне сложно Ну в смысле Понятно Что все они Мужественные Клевые Пытается Каким-то образом Зерга Компенсировать Тот факт Что Компенсировать Тот факт Что Ему убили Третью нычку Он ставит Сразу две Высаживается Иллюжин Сверху И думает Что стоя Сверху Он сможет Чего-то достичь Каких-то Может быть Даже успехов Возможно Он прав Он хотя бы Не даст Поставить Одну газилку А заметьте Что Даркфорс Осторожно Заранее Привел Спайнкраулера И И для того Чтобы защитить Эту нычку Подлетает Мута Снизу Подбегают Собаки И да Надо подождать Надо сначала Забежать Собаками И максимально Эффективно Распедалить Этот дроп Я бы даже Сказал Вот так Вообще Друзья В последнее время В Старкрафте Творятся Очень интересные Вещи Я даже Нахожусь В некотором В некоторой Растерянности Потому что Если вы Видели Знаменитые Ролики Появились Некие Новые Триксы Очень Эффективные Налетает Сейчас Мута Иллюж Даркфорс На Иллюжина Не успевает Третью Локацию Надежно Защитить Не успевает Он перекрыть Абсолютно Все Входы Выходы Вот Как же Все таки Даркфорс Классно Распространяет Крип Он Не то чтобы Его распространяет Вот очень Быстро Очень далеко Он в первую очередь Распространяет Его очень Я бы сказал Густо Друзья Он вот Как тот человек Который Которому Если доверили Вы Выкладывать Плитку В ванную Он не будет Класть одну плитку На расстоянии Друг от друга На расстоянии Трех Четырех Сантиметров Он будет Класть Вплотную Не жалея Раствора Пристукивая Ее мастерком Пусть она будет В трещинах Пусть она будет Не совсем красиво Выглядит Но зато Она будет Положена Очень густо Очень крепко Очень Очень красиво И заметьте Что вот Вообще На Талдориме Распространять Крип задачу Не такая уж Простая Карта Очень большая Но Не для Даркфорса Потому что Он Практически Без остановок Занимается Этим делом И очень хороший Выход от Иллюжина Ну Хороший Хороший Наверное Несколько Относительно Сзади Стоит Тор Ждет Когда Забежит Зерк А Зерк Готов Забегать Всеми силами Хотя Есть ли Смысл Наверное Есть Считает Зерк Забегает Тор Фокусится Мутой Моментально Умирает Моментально Умирают Танки И тиран Теряет Всю свою Армию В обмен На третью Локацию Зерка Зачем Спрашивают Многие С недоумением Но это У тиранов Принято Это нормально Абсолютно Если сейчас Посмотреть Инкам Который Есть Я думаю Что Ситуация Не так уж Плоха Особенно Поклонников Данного Тирана Должен Радовать Тот факт Что у него Делаются 3-3 Апгрейды На атаку И на броню В то время Как у Зерга Пока Если честно Мы особенных Апгрейдов Не видим Это может Говорить Только об одном Либо он уже Сделал Все необходимые Апгрейды Либо он О них Даже еще И не Задумывался Зато у Зерга Делается Грэдспайр Очень Очень Быстрый Грэдспайр Я бы Не рекомендовал Особо Тирану Сейчас Куда-то Заходить На центр Карты Потому что Там самая Настоящая Смерть Ну собственно Иллюжин И планирует Спокойно Себя поставить Четвертую Локацию Причем Заметьте Он ставит Не слева Внизу А справа Вверху Потому что Туда пехоты Бежать ближе И проще Защищать В таком Расположении Был дроп От Вилюжина Который Превратился В ничто Когда-то Друзья Вот Боксер Начинал Одним из первых Делать дроп Кто думал Что это В конце концов Превратится В такое Что Когда-то Нужно было Совершить Некое Усилие Мозговое Чтобы сделать Такую простую Вещь Как дроп Из 7 маринцев И одного Медика И показать Что это Очень мощная Сила В чьих-то Руках Сейчас Это делается Так естественно Так просто Как включить Электричество Когда-то Входишь Комнату Ох Ох По-моему Решил Выдвинуться В Илюжин На правую Нычку Зерга У него Есть неплохие Шансы Тем более Начинает Разводить С двух Сторон Одна Кучка Маринцев Идет Слева Основная Армия Идет Справа Но все Это По крипу Поэтому Зерга С очень Большой Скоростью Может На это Отреагировать Пытается Забежать Маринуса Под стимпаком Бегут 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 Минус Минус А Просто Пытается Зафокусить Хэтчери Но нет Не выйдет Ничего Но зато Второе Хэтчери Убьет Уже Точно Оставить Зерга Обездоленным Правда Зерга Пытается Выгадать Ситуацию По максимуму Набросать Микозов Но Получится Не получится Посмотрим Что Что же Выйдет Черт Ну вот Я не знаю Если я буду Комментировать Из игры Может Это будет Даже Хуже Может Если я буду Комментировать Из игры Может Может Я буду Пропускать Дропы Представляете Я буду Пропускать Дропы Друзья Это Очень Большая Ответственность Ну ладно Давайте Представим Себе Что Я буду Собран Я буду В полном Порядке И ничего Пропускать Я на самом Деле Не буду Зато Я смогу Читать Чат На другом Мониторе И Потому что Сейчас У меня Браузер Занят Под Игру Прекрасный Двойной Дроп Господи Да неужели Лишь на Грэдспайр Нет 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 Фокусит Просто Грэдспайр И минус Грэдспайр Абсолютно Правильное Решение От Иллюжина Абсолютно Правильное Я не знаю Там Успели ли Смутироваться Брудлорды Но по моему Нет И здесь Можно под Стимпаком Убить Хэтчери Сильно Поврежденные В прошлый Раз По моему Зерк Пойдет В этой Игре Просто С такой Скоростью Тиран Наносит Удары И Настолько Это Эффективно Один выход Минус Один Хэтчери Второй выход Минус Грэдспайр Третий выход Минус Третий хэтчер Зерк Остается Фактически Ни с чем Инфесторы Забираются Прямо В целую кучу Армии Тирана Тиран Конечно же Что-то теряет Но что-то И находит Что-то Находит Есть у него Четвертая нычка И по моему Там стоит Планетарочка Нет Брудлорды Все-таки Успели Появиться Пусть Их всего Навсего 6 штук Но все равно И Кстати говоря Скоро Зерк сможет Делать и Караптер В том случае Если Тиран Решит Ответить Викингами Тиран Как раз таки Решил Ответить Викингами То есть От потери Спайера На самом деле Зерк Не так уж Сильно Пострадает Конечно Это минус Большое количество Минералов Но Все-таки Жить можно Самое ужасное Что сейчас Количество Минералов И газа Которые поступают В распоряжение Зерка Очень Невелико Постоянные дропы Не даются Средотой Ну Ну Нет Минус Еще один Ну что Такого Уже пытаются Просто с помощью Зомбей С помощью Мертвых людей Пытаются Одолеть Живых GG Пишет Даркфорс И Счет становится 1-1 Значит Нас ждет Эйс матч Решающая партия Пытаемся Мы вернуться Назад NA сервер NA сервер Вот Liquid Red Мы видим Он тут Онлайн Ну-ка Тихо Друзья Это я Конечно же Сказал Не вам Так И Будем надеяться Что мы Дождемся Приглашения В игру Нам бы Очень хотелось Все таки Постримить Непосредственно Из игры Это волшебное Ощущение Когда ты Рамкой Обводишь Юнитов Когда ты Можешь Каждого На каждого Из них Обратить Отдельное Внимание Рассказать О его Судьбе Использовать Кстати Учтите Что Вот я Не зря Сказал О том Что Старкрат Потихоньку Меняется И Появляются Некие Новые Фишки Недавно Совсем Недавно Выяснилось Что Оказывается Можно На колесико Мышки Посадить Левую Клавишу Мышки И с помощью Колесико Мышки Вы можете Выбрасывать Яйца Из инфесторов Вы можете Выбрасывать Зомби С помощью Колесико Мышки Друзья Это Настолько Прекрасное Замечательное Изобретение Вы делаете Так И инфестор Сразу Вот Моментально Вот Моментально Выбрасывает Целую Кучу Яиц Это Настолько Круто АПМ У вас Зашкаливает Просто В этот Момент И вы Чувствуете Божественно Также С помощью Колесико Мышки Если Забиндить На него Снайпшоты А Третья Игра Началась Нас Не Пригласили Отлично Отлично Мы же Официальные Стримеры ESL Зачем Нас Приглашать Это Абсолютно Уже Нечто Лишнее А вот Говорят Что Это Запрещено А Давайте Я Вообще Не Понимаю Почему Почему Вы Не Любите Так Сильно Нарушать Запрет Почему Вы Такие Конформисты Забиндите Забиндите Макрос Какой Нибудь Забиндите Придумайте Макрос Какой Нибудь Который Одновременно Заказывает Там Не знаю Пять Бараков Цц И В Пяти Бараков По Маринусу Хороший Интересный Макрос Или Допустим Макрос Который Помогает Вам Поставить Сразу Три Саплай Одновременно И По Шифту Отправить Рабочего Обратно На Раба Надо Сокращать Вот эти Бесполезные Действия И При Этом Если Вы Еще Риск Нете А Риск Как Известно Дело Благородный Идем Товарищей Из Тюрьмы Выручать Как Вы Помните Так Карта Шеттер Темпл От Энд Даркфорс Против Иллюжина Третья Решающая Игра Что В ней Произойдет Одному Никому Неведомому Друзья Абсолютно Никому Игры Идут Прямо Сейчас Мы Не Можем Вещать Из Игры Потому Что Мы Являемся Официальными Стримерами ESL А Они Берут На Себя Некий Обет Господа То Можно Сказать Мы Сейчас Раньше Были Такие Монахи Которые Одевали На Себя Рубище Обматывали Тело Веригами А Вериги Это Железные Тяжелые Цепи И Причем Если Между Звеньев Этой Цепи Попадал Кусок Вашей Кожи Чувствительный Например В области Груди Это Было Особенно Круто Потому Что Вы Страдали И Естественно Желательно Было Ходить На Морозе Чтобы Это Железо Примерзало К Телу Вы Ходили В Рубище И Могли На Паперте Трястись Барин Подай Копеечку Но При этом Вы Могли Получали Из-за Этого Это Давало Вам Возможность Говорить Правду В лицо Многие Жалуются Что В чате СК2 Нельзя Говорить Правду В чате СК2 Существует Цензура Это Вызывает Проблемы Господа Наденьте На себя Велиги Наденьте Рубище Попросите Копеечку И У вас Появится Возможность Говорить Правду В лицо Даже Модератор Вас Никто Не тронул Потому Что У вас Есть Защита Вы Как бы Сумасшедший Иродим Что С вас Возьмешь Это Я К чему Сейчас Говорю К тому Что Посмотрите Что Творит Иллюжен Господи Какая Заготовочка Хорошая Сочная С этой Стороны Строится Бункер Успевает Забежать Туда Маринос И Не Вскрыть Теперь Никак Можно Правда Сверху Сверху Поставить Санкин Но С другой Стороны Особо На это И Ага Он Просто Напугал Своего Оппонента Он Не Планировал Ничего Такого Делать Он Понимал Что Все Это Будет Отбито Бункер Был Отменен Маринос С Рабочим Был Слит Выходит В Цц Человек По Имени Иллюжен И Видимо Делает Техлабу У Барака Для Того Чтобы Строить Возможно Это Будет Выход Ранними Маринос Ранним Танком Хотя Судя По Это Будет Пуш Геленами С Мародерами Может Быть Так Ну Такое Знаете Такое Очень Легкое Подпушивание Скорее Все Будет Не Ультимативное Не Алыновое Сейчас Делается Как раз Таки Вторая Нычка Доделывается Скорее Всего Это Будет Так Взять На Арапа Раньше Было Такое Выражение Взять На Арапа Испугает Там Ну Нынешнее Поколение Которое Не росло В 50-х Годах В тесных Московских Двориках Оно Владеет Несколько Иной Лектикой Оно Наверное Сказало Взять На Понт Ну Вот Друзья Для того Поколение У которого Понт Ассоциируется Не с Жаргоном Выражением А все Таки С Морем Оно Будет Говорить Именно Прораб Приезжают Первые Четыре Гелеона Такие Стандартные Такие Привычные Такие Обычные Такие Милые И Ну Толку От них Пока Никакого Не видно Можно Попробовать Сжечь Опухоль Которая Есть Но Чтобы Сжечь Опухоль Нужно Определить Нужно Определить Где Эта Опухоль Находится Как Минимум То есть Хотя Бы Визуально Это Вы Знаете Как Допустим Вы Что То На Стол Пролили И Вы По Вот Этой Луже Примерно Определяете В Какое Место Что То Пролили Или Например Вы Видите Кошку Видите Что Она Сидит На Покрывале И Что Ладно Я не буду Говорить Что Делают Кошки Господа Даркфорс Выходит Достаточно Ну Достаточно Осторожно Сейфово Играет Пораньше Заказывает Рочи И Слушайте Ну Судя по Всему Это Будут Вполне Возможно Что Он Сходит Таки В Контратаку Или Он Боится Со стороны Иллюжина Неких Крайних Мер Например Каких Нибудь Массовых Гиллионов Которые Могут Прийти Его Попытка Как-то Собаками Отогнать Назад Гиллионов Эй Да что ж Такое Собаки Горят А Рочи Вот Да Он Просто Отгонял Просто Отгонял Для того Чтобы Тиран Слишком Поздно Сообразил Что Происходит На него Идут Уже Один Зат Рочи Это Пуш Рочами И Собаками Минус Все Гиллионы Абсолютно И надо Срочно Сейчас Иллюжина Дома Защищаться Бункер Устроится Очень Долго Один Бункер Против Один Один Сироч Это Явно Не Вариант Хорошо Что Есть Все Таки Медиваки И Маринос С другой Стороны Танков По-моему Пока Нету И По-моему Танками Не пахнет Но Есть Некоторое Количество Мародеров Может Быть Даже Один Мародер А Вот Как Решил Пробивать Пуш Бейлингами Рочами Ай Ай Как Сейчас Будет Неприятно Отрываются Бейлинги По-моему Они Даже Фокусятся Не Туда Ой Какой Врыв Хороший Сейчас Пошел Но Надо Было Нет Очень Хорошо Сейчас Ворвался Очень Хорошо Ворвался Даркфорс Даже Если Он Эту Атаку Сливает Нет А он Эту Атаку Сливает Это Однозначно Прекрасно Разбежались Мариносы Даже Если Сливает Эту Атаку Все Все равно Он В значительном Плюсе Находится Потому что Практически Все Рабочие Тирана Были Погибнуты Были Погибнуты Господа Я думаю Что это Выражение Обязательно Должно Должно Найти Обязательно Должно Найти Своё Место В русском Языке И Наверное Все Наверное Даркфорс У нас Эту Игру Наверняка Выиграет Первое Напоминаю Что это Групповая Стадия Игры Идут Наступление Волнами Он Назывался Французским И Попопопопопопопом Да Это точно Уже Джи Если Сейчас Не переведут Камеру На базу Зерго И Не покажу Что там Все горит Взрывается И Нет Никаких Шансов То С другой Стороны Конечно Не Не Это Без Шансов 12 На 38 Господа Это Это Очень Несерьезно О чем Говорить Конечно У Зерго Особых Технологий Нет Конечно У Зерго Вот Леер Только Недавно Доделается Что Для Вот Этого Времени Игры Наверное Не так Уж Хорошо Кстати Таймер Не Вывел Не Вывел Стример Но Это Не Имеет Большого Значения 32 Рабочих Убито Причем 32 Рабочих Убитого Тирана Если бы Тиран Убил У Зерго 32 Рабочих То То Это Еще Ничего Вот Зерк Может В принципе Потерять И 30 И 40 И 50 Рабочих Зерк Может Жить Ну Зерги Это Ну В чем То Может Панки Друзья Они Могут Жить На Улице Они Могут Питаться Ништяками Они Могут Играть В Панковский Баскетбол И Радоваться Жизни Вот Но Нет Я бы Даже Сказал Смесь Панков И Эмо Потому Что В промежутках Они Плачут Вот То есть Они Вот В таких Жестких Условиях Пытаются Выжить Потом Рыдают Потому Что Все Таки Жизнь Доводит Их Рыдают И снова Играет Баскетбол Вот А Так что Мы Особенно Сильно Шалеть Не будем Хотя Хочется Их Пожалеть Несомненно Третья Макро Хата Поставлена На Мэйне Неужели Жезерк Да Ну Зерк Ну Очень Логично Что Зерк Сейчас Все Таки Поставит Золото Ой Я Думал Что Иллюжен Поможет Добить Камень Но Он Совсем Другим Занимается Догоняет Королеву Пытается Выщеркнуть Ну Кстати Говоря Посмотрите У Тирана Не такое Плохое Положение Ну По лимиту Чисто По лимиту Если Смотреть В принципе Жить Можно У Зерка Есть Такой Славный Солидный Жировой Запасец Сперт У него Почти Доделался Скорость На Бейлингов Почти Доделался Броня Почти Доделалась Собаки Почти Доделались Да Все У него Уже Почти Почти Вот 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 Будет Доделано Камень Сейчас Рухнет Под ударами Зерга Если Можно Было Эх Нет Друзья Данила Мастера Который Мог бы Из этого Камня Выточить Например Каменный Цветок Вот Представляете Себе Прибегает Зерга Пытается Очистить Золото А видеть Там Большой Каменный Цветок Или Какая Малахитовая Шкатулка А Сбоку Хозяйка Медной Горы Оперлась О него Налетает Первая Мута Пытается Как-то С наибольшим Толком Расстратить Своих Мариносов Иллюжина В принципе У него Это получается Потому что Один Маринос Падая Попал Ногами В Бейлинга Бейлинг Взорвался И Собственно Говоря Маринос Получается Не зря Отдал Свою Жизнь И В чем-то Повторил Подвиг Своих Собратьев Солдат Вот Сейчас У Даркфорса Тоже Выбор Есть Некий Все Таки Золото Ему Солидно Отложил Тиран Все Таки Заставил Его Подождать Возможно Поэтому Он будет Очень Активно Играть Возможно Поэтому Он сейчас Налетает На Тирана С разных Сторон Очень Большое Количество Собаки Бейлинги И С этой стороны Сколько Маринцев Еще Есть Зерк Бьется 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 Но Вынужден Отступить Снизу Танк Взрывается Какой Молодец Илюжин На самом Деле И Золото Не дал Поставить Нормальную Зерку И Смог Отбиться От Атаки Вот Этой Вот Лобовой Очень Серьезной Атаки Между Прочим Но Сейчас Прекрасно Понимает Что Нужно Идти В Контратаку И Пытаться Выбивать Золото Потому Что Буквально Через 2-3 Минуты Уже Шансов Будет Крайне Немного Поэтому Это Его Сейчас Теребит Эта Мысль Но Тут Крип Уже Господи Крип Уже На середине Карты И И И И И Хоть Самый Адский Сплит Маринос С этой Армией Не Справится Ну Просто Никак И Здесь Даже Зерку Преследовать Тирана Не надо Особенно Потому Что Самое Главное Сейчас Раскачать Золото Больше В принципе Ничегошеньки Делать Не Надо Просто Обыто Уложено Сколото Черное Надежное Золото Пел Пел Владимир Высоцкий И Теперь Вот Видите Каждый раз Когда Горщик Владимир Высоцкий Хочется Говорить Спасибо Что Живой Мне Кажется Что Сейчас Спасибо Что Живой Должен Говорить Тиран И Люжен Потому Что Действительно Благодарить Ему Остается Только Зерга Он На такой Грани Отбивается Постоянно Он В таком Сейчас Ауте Находится В таком Низу В таком Зиндане Были Такие Зинданы Это тюрьма Для преступников В некоторых Восточных Государствах И Прелесть Этой тюрьмы Заключалась В том Что Первого Узника Сажали В такой Узкий Колодец В середине Была Дыра Вот Этого Колодца Снизу Был Второй Этаж Посередине Тоже Была Дыра Потом Ну Зинданы Были Очень Разной Глубины Но Самое Неприятное Положение Занимал Узник В самом Низу Я думаю Вы Приблизительно Догадываетесь По какой Именно Причине Вот Все Дыра 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 Вели Именно К Нему И Он Был Вынужден В общем Находился В самом Низу Пищевой Цепочки А Это Тоже Можно Назвать В какой Степени В самом Низу Я Бо Даже Сказал Отходы В Пищевой Цепочке Находился Этот Узник Вот Сейчас Примерно В таком Положении Находится И Иллюжин А Зерк Горда Летает Над Одним Который Сам Может Был Узником Но Тем Не Менее Тем Не Менее Он Над Ним Летает Каркает Горда И Чувствует Себя Победителем Чувствует Себя Хозяином Жизни Попытка Инженер Кубить С Апгрейдом Эй Ну Почини Ж Нет Никакого Никакой Починки Не Будет Будет Просто Выкусывать Вот Я Не Знаю Если У вас Собака Но Если У вас Когда Нибудь Собака Выкусывала Блох Ну Которых У вас Наверное Нет А Если Есть То Исключительно От Этой Собаки Вот Я Думаю Вы Понимаете Те Ощущения Которые Испытывает Сейчас Иллюжин Потому Что Ему Только Что На Атаку Ничего В этом Приятного Хорошего Нет Скорее Всего Инфестейшн Пит Поставлен Исключительно Для Хайва Даркфорсом Он Особо Не Собирается Что То Делать Вот Я Думаю Что До Того Как Появится Хайв Ему Надо Выбивать Тирана И Не Давать Ставить Золото Потому Что Можно Иметь Любое Преимущество Тиран Издеваться Как Угодно Но Нычка Орбитал Катирана На Золоте Представляет Из себя Примерно То же Самое Что Холодная Рубчатая Рукоятка Нагана В кармане У человека Окруженного И затравленного Врагами Выставляете Себе Партизана Которого Поймали Враги Мучили Пытали А партизан Был Очень забывчивый С очень Плохой Памятью И вдруг Он вспоминает Что Господи А у меня Наган В кармане Меня забыли Обыскать И он Вот с такой Злорадной Ухмылкой Кладет Руку В карман Ощущает Эту Рубчатую Рукоятку И если В ближайшее Время Стэк Господина Офицера Не Пробьет Партизану Голову То Карательный Отряд Будет Просто Покаран Господа Вот И сейчас Та же Самая Ситуация Лимит Уже Одинаковый Даркфорс Сидит И не шевелится Он ждет Все Брудлордов А зря Он ждет Брудлордов Потому что Брудлорды Это Господа Большая Большая Мечта Которая Может Никогда Не осуществиться А золото Это Не просто Синица Это Это Злобная Это Это не Синица Друзья В руках Это Я бы Сказал Журавль За пазухой Потому что Три орбиталки Сейчас будут Кидать Мулов Прирост Пойдет Просто Безумный И дикий Конечно Преимущество Даркфорса Большое В том Что его Вот это Криповое Море Он смог Распространить Буквально На всю Карту Как вы Это Видите Вот Пусть Это Море Мелкое Как Азовское По колено Но Тем не менее Оно Распространено На всю Карту А больше Ему Ничего И не Надо Парабам Уже Равенство У У Тирана И у Зерга И сейчас Очень Хорошо Понимает Иллюжин Что Ну Видимо Он сделал Просветку Что Будут Брудлорды Поэтому Пытается Поставить Два Старпорта Зерга Ему Не дает Это Сделать При Этом Какая Подлость Ставит Ультралис Каверн Ультралис Каверн И Нидус Сеть Нидус Если Вы Старкрафтер И Вот Если Я думаю У вас В городе Где Нибудь Продавалась Сеть Вернее Шло Подключение К сети Нидус Я думаю Вы бы Обязательно Подключились Так что Господа Локальные Провайдеры Пожалуйста Выбирайте Правильные Названия Для своих Сетей У меня Был Провайдер Который Которого Было Название Сети SkyNet То есть Я не понимаю На что Был Расчет На то Что Я Захочу Чтобы Моя Сеть Когда Нибудь Забунтовалась И Убила Меня Как Помните В первом Терминаторе Разделывался Кстати Говоря Я Когда Реально Сравнивал Первый Терминатор И Второго Терминатора То есть Первую Модель Модель Т1000 И Я В общем То Сделал Вывод В пользу Модель Т1000 Потому Что Он Намного Более Гуманный Приятный И Хороший Терминатор Действительно Он Намного Меньше Людей Убил Он Часто Предпочитал Где-то Договариться Он Убивал Когда По-другому Но Никак Ну Никак По-другому Вот А если Можно Было Договориться Он Старался Договариваться Тот А там Люди Не очень Склонны К компромисс Кстати Говоря Никаких Викингов Господа Тиран Уже Заказал Апгрейд На Атаку Для Для Воздуха И Апгрейд Это у него На пехоту Какие Ну Знаете Это даже Не апгрейды На пехоту Такие Поздние Ну Все Конечно Из-за Его Положения Господи Сейчас Маринос Ну Настолько Ничтожный Урон Будет Будут Наносить По ультралескам Что я бы Сказал Это будет Даже Ити В плюс То есть Маринос Будут Стрелять По ультралескам У них Будут Прибавляться ХП Мне кажется Что будет Примерно Такое Положение У Зерга Доделался Апгрейд По-моему Третий На броню А у Ой-ой-ой Господи Какие Выстрелы Нет Нет Наваливается Наваливается Даркфорс И просто Зеленая Волна Зелен Идет Гудет Зеленый Шум Писал Когда-то Знаменитый Поэт Фет Вот И вот Он Идет Гудет Зеленый Шум Последний Отряд Сурвайверс Выживших Пытается Отбиться От зомби Но У них Ничего Не получается Все Погибает Все Абсолютно Все Погибает Зомби Снизу Начинает Стрелять В свой Родной ЦС Забывая О том Что возможно Они когда-то Приходили на свидание К молоденькой девушке Из этого Самого ЦС Большой Дроп На базе Узерга Но он Уже Наверное Все же Ничего Не решит Этот Дроп И Пора Иллюжину Покидать Игру И признать Что Даркфорс Однозначно Оказался Сильнее Чем он В этой Схватке В этом Противостоянии Золото Уже Почти Докачано Нычки Новые Откручены Деньги Полученные Распилены Все Надо выходить Делать Нечего Это Ой Нудус Нидус Нудус Нудус Это друзья Может быть Очень Очень Нудный Человек Приходит К вам Бывают У вас Такие Преподаватели Которых Вы называете Нудусами Друзья У меня Были В институте Несколько Таких Преподавателей Я Сейчас Уже Не кричу Боже Мой Сколько Ультралисков Потому Что Исход Схватки Очевиден Тиран Проиграл Эту игру А зерку Выиграл И сделать Здесь уже Ничего Нельзя Это Уже Это уже Записано В книге Суть Судеб Старые И отвратительные Старухи Мойры Уже Записали Все Что Могли И шансов Здесь Нет Практически Никаких Иллюжен На выживание Только Приступ Острый Приступ Эпилепсии У Даркфорса Или Острый Приступ Например Беспричинного Гуманизма Некоего Ой Ой Как же Это происходит Ну посмотрите Ну как GG Печать Иллюжен 2-1 Победа Даркфорса Продолжение следует